я приветствую всех кто зашел посмотреть это видео у меня сейчас пол четвертого дня у кого-то из вас утро у кого-то из вас еще ночь россияне наверно спят украинцы нет потому что идет решающий бой смертельный бой на всей территории украины везде погибают наши защитники но погибают и ваши россияне которые пришли убивать но увы увы они встретили здесь свою смерть и вы знаете я не злорадствую нет что это же люди люди одурманенные одураченные люди которым в голову десятилетиями вбивали какие-то глупые истины я вот очень жалею вас россияне еще потому что вам совсем нечем гордиться ведь убийствами во всяких войнах которые ведет ваше безумное правительство этим нельзя гордиться этим нельзя гордиться в том советском союзе которые вам пытаются продать за то что это была блестящая держава там тоже нечем было особенно гордиться да там были космонавты но гордились космонавтами которые были разработаны самым главным конструктором космические корабли королевым который был украинец и которого чуть не убили в гулаге гордились балетом балет знаете это артисты ну вышел там ножками помахал я знаю это очень тяжелый труд но это развлечение это артисты а гордиться тем что эта страна кому-то помогла что эта страна чего-то достигла особенно было нечем после того когда союз развалился вы как были россияне и так и остались у вас осталась тоже столица осталась та же нищета ста километрах от москвы вы думаете мы этого не знаем а мы это знаем очень прекрасно и прекрасно знаем мы там бывали и знаем как вы жили и вот вам в течение последних 20 лет пытались во первых а продать общую победу в войне как будто это россия и завоевала они весь советский союз не все люди разных национальностей а вы вспомните был ли хоть один фронт который назывался российский почему-то был первый украинский второй украинский белорусский и так далее а российского не было ни одного названия я не знаю случайно это было или нет потом вам течение двух десятилетий пытались что-нибудь продать для того чтобы вы могли гордиться но продали крым который украли у страны соседки некоторые гордятся этим и до сих пор не очень гордитесь он вернется назад в украину а теперь вы знаете я вот прочитала статью она к вам обращена россиянам я не могу удержаться чтобы вам ее не прочитать сейчас я прочитаю это я читаю на фейсбуке это виктор трегубов пишет и пишет он такое а теперь и я хотел бы обратиться к российским солдатам потому что верю что людям всегда надо объяснять это то что я пытаюсь сделать дорогие наши вас возможно удивляет то что происходит вероятно вы ожидали чего-то вроде крыма что украинские солдаты будут максимум баррикадироваться в крайнем случае вроде грузии что помахаются но неизбежно отойдут к столице а я буду читать но прошу прощения тут есть нецензурные слова встречаются некоторые я попытаюсь как возможно и пропустить вместо этого происходит повсеместные ну тут и погранцы на плоском как стол острове шлют к буям ракетный крейсер и этот крейсер их расстреливает 13 человек насмерть его отказывается подавляться авиация работает есть летчик который в небе над киевом сбил шесть самолетов когда-то мы знаем его имя пока имя его не сообщают но есть видео которое показывает как он это делает нацгвардия хвастается трофейными валами террабарона легко вооруженные пиджаки гражданские люди валит дрг то есть это группы диверсантов значит киеве на настоящее время расстреляно 60 диверсантов диверсанты учите украинский язык каждого кто не умеет ответить на украинском языке а любой украинец от нуля и там до 50 60 лет легко владеет этим языком и может легко на нем разговаривать пусть не литературно пусть не очень правильно но умеет старик блокирует своей машиной дорогу бмп а выползающих из танков обгорелых танкистов на харьковской окружной кольцевая по вашему простые и добродушные русскоязычные харьковчане забивает палками как гадюк неожиданно это то самое о чем вы мы говорили но вы не понимали это украинцы говорили а вы не понимали предпочитая думать что все это американские технологии цветных революций это майдан майдан это такое состояние украинского общества при котором она от охерения и понимания что это спускать нельзя приобретает свойства которых не имеет в обычном режиме частности неестественная солидарность и самоорганизация это как если бы рыхлая угольная крошка собралась в алмаз под давлением да и те кто надеялись что в украинском обществе разброд и шатание что зеленский против порошенко и другие против других против слуг народа так вот теперь все объединились в один кулак этот кулак бьет российскую морду вот это наглую убийственную морду которая нахально лезет в дом в украинский против вас сейчас воюют не вооруженные силы украины она вся вам звезда просто даже силу того что ваши цели на эту войну недостижимы карлик вождь исходил из предположения что он сейчас свергнет зеленского поставит какую-нибудь лукашенко и сим победит а не победит потому что это лукашенко даже извините обкакаться не успеет это при условии что вам удастся ее поставить что крайне мило маловероятно уже сейчас завтра вы увидите как там где еще вчера был лишь мирняк появляются сотни и тысячи злых мужиков а рядом с ними сотни и тысячи еще более злых женщин кто с бинтами то с пирожками автоматом вы найдите это россияне найдите видео как украинка встречается с дозубовооруженными российскими воинами и что она им говорит пара им советует насыпать в карманы семян чего-нибудь чтоб когда их закопают в украинский чернозем который они обогатят своим телом что там на проросли цветы вы не сможете контролировать местность целиком враждебная среда вы мне сейчас не верите но тогда поверите убирайтесь генералы вас поймут а карлику вождю чисто медицинский недолго осталось последние 20 лет это очень важно россия бы не была занята ничем кроме ракет танков бомб шествий пропаганды и по хвой бы собственной военной мощью вызрел и утвердился культ сталинской армии это еще один убийца который убил миллионы людей и которого вам предлагают наследовать после гитлера шла безостановочная клепка панцирей кинжал кинжала вармат и всяких гипер звуков в кавычках которых никто не увидел грохотали парады все стране работала на войну или ее аксессуары на все остальное на все жизненно важное было забито то что надо вам россияне больницы школы детские садики заводы дороги дома это уже что у вас творится в стране чем вас кормят как над вами издеваются как вас обдирают знаете со стороны смотреть тем более мне человеку живущему в такой стране это было ужасно казалось что в чреве россии вызревает некая совершенная машина войны которая сокрушит за пару часов любую страну и любую армию создалось впечатление что россия монстр неистовый и смертельный прямо вот сам лично древний демон по имени аналогов нет и от тайги до британских морей армия путина всех сильней любопытно что в эту байку поверили все макроны меркели и нато начали дрожать непререкаемая победоносность подчеркивалась хамством лаврова и всего российского мида которые позволяли себе дипломатические работники выражаться нецензурно в публичном пространстве удалось создать впечатление что мир вообще-то существует только по причине снисходительности россии и режима который великодушно пока терпит сша германии италии и т.д. и при этом добавлю от себя униженно добивается хотя бы телефонного разговора с президентом сша хотя бы а уж встреча это предел мечтаний исход схватки но надо но настал момент истины лопающийся лопающийся от денег и оружия монстр сошелся в схватке с почти безоружной маленькой украины вы посмотрите на карту территория украины и территория россии но забыли о том что в украине живет по официальным только вашим данным треть того количества людей которые живут в россии а я не думаю что у вас там есть 120 миллионов исход схватки должен был решиться за пару часов и тут произошло невероятно адский монстр размером с неба оказался злобным карликом иллюзионистом чары развеялись имперская мощь оказалась бутафорий триумф не состоялся сейчас армия путина огромная армия я хочу заметить это армия считается ну может быть там 3 или 4 по своей силе в мире как мы видим очевидно это был мыльный пузырь кое-как карабкается от городка к городку везде напарываясь на героизм украинцев то что я вижу пишет тригулов ничем не отличается от армии россии в первую чеченскую а другие блогеры написали что то оборудование которое было в первую чеченскую то есть 25 лет назад она до сих пор состоит на вооружении российской армии а на эту армию были выделены триллионы ваших рублей которые у вас вытащили из кармана и которые эти деньги исчезли испарились ушли в карманы ваших ну воришей та же бездарность командования тот же хаос те же сопляки срочники и такая же страсть к бессмысленному и безрезультатному бомбометству чем первая чеченская закончилась вы помните хорошая статья правда есть планирует заморозить активы путина и лаврова и уже это сделали уже наложены санкции персонально на путина на лаврова на шойгу а санкции если кто не понимает что это такое это когда все отбирается то что находится за пределами россии россии стоп от слова все и выехать им туда невозможно они теперь будут жить всегда мы все рядом с вами ну и последнее россия готова отправить в минск на переговоры с украиной свою делегацию сообщил песку мы это знаем уже мы это уже читали как бы там не рассказывали что это президент зеленский попросил путина он не просил он просто сказал что во избежание лишних убийств это возможно пока еще возможно ну а теперь мы посмотрим а минска не будет никакого если будет возможно варшава это при условии если там вы сами знаете русские солдаты может еще не все поля но очень многие так вот я читаю новости вы спите я читаю я пытаюсь донести до вас я пыталась вам россияне делайте хоть что-нибудь вы ведь не делаете ничего практически никто из знаменитых людей не высказывается никто не протестует но что интересно некоторые некоторые дети ваших высокопоставленных личностей уже пишут о том что они против войны в частности дочка пескова написала в инстаграме что она против войны это быстро удалили через час ее сообщение но интернет он помнит все поэтому хотя бы пишите какие-нибудь листовки хотя бы как-то их раскладывайте в какие-нибудь там почтовые ящики что вы против войны делайте это так чтобы никто не видел но по крайней мере ваши соседи будут знать что есть здесь люди которые против войны еще неплохо эти листовки расклеить по городу по селу где вы живете делайте это тайно мы понимаем что у вас полицейское государство мы знаем что у вас может за это быть делайте это чтобы люди видели что вы все таки есть что вы не одиноки эти люди не одиноки что вы против войны а еще как я уже сказала в одном из предыдущих видео прячьте своих детей не отдавайте своих детей на убийство этому кровожадному монстру который очень легко приносит в жертву и птиц и животных и людей подумайте над этим дорогие россияне ух 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 ух